Все-таки немножко на мораль влияет, когда вот ты уверен в 100% трех очах, а потом буквально как бы второй по слабости игрок в турнире проигрывает чуть ли не одному, ну играет в ничью как бы с одним из сильнейших. Это странно. Ситар, а что ж ты гномов-то не взял? Я вроде как бы говорил, что можно взять, а я возьму орков. Проблемы не было как таковой. Косюки у ща-тя еще в запасе есть. Погода, блин, добавляет веселья. Я не знаю, кто такой Базакастина, то есть у меня с ним не особо много знаний. Это вот самая темная лошадка в сборной Северной Америки. А Сиброу известный товарищ. Я думаю, Сиброу тут все знают. Ну, кто следит за ПО Ладдера и за Ладдером. Ну, кстати, это... Ну, по-моему, Сиброу тоже довольно много каток наиграл. Я так точно не скажу. Та-та-ра! На Сибро перед завтрашней игрой. Спасибо за поддержку. Не знаю, стоит ли пить перед завтрашней игрой, но я подумаю. Хуа-лол! Так я, оказывается, хозяин Сиброу? Извините. Это шутка, естественно. Ну, Ситар, никакого шейма. Никакого шейма. Просто мне кажется, что это не твоя самая сильная команда. Все. Мне кажется, ты настолько потрясающий игрок, что у тебя очень широкий пул команд еще более сильных, чем Лизарды. Не, ну, посмотрим, посмотрим. Пока еще после первого тура тяжело гадать, кто, чего, где, куда и как. Просто действительно сенсационный результат, откуда не ждали. То есть, по-моему, в прогнозах буквально все ставили стабильно на Гдейника. Слушайте, я сейчас даже гляну. По-моему, буквально каждый человек ставил на Гдейника. По-моему, каждый. Кстати, забавно, в матче Рика и Алдреи двое поставили на испанцев, двое поставили на англичан, и была ничья. Так, сейчас я ищу. Так. Ха-ха. Слушайте, это какой-то новый мем, потому что в игре Сиброу и База Костина все поставили викинг. И только мы поставили на ничью. То есть, испанцы, англичане и итальянцы написали викинг. Это какой-то мем про Сиброу или что? А, нет, везде пишут викинги, кроме нас. Мы что-то как-то... Мы упустили шутку. Ну окей. Например, гоблины. Например... Ну, Ситар говорил о гоблинах, кстати. Ситар король гоблин. Ну, это просто, северяне викинги. Да, я понимаю, я понимаю. Я, кстати, не очень понимаю, почему все уверены, что Сиброу должен обыгрывать База Костина. Это какая-то известная зарубежная информация, которую мы не знаем, или что? То есть, я что-то просто не в курсах, почему все так уверены, что это игра для Сиброу и Зявая. То есть, буквально все проголосовали. Это из-за чего? Типа что, два гарда победят один гард, или что? А База Костина, по-моему, вообще не играет ладдер. Ну, давай, кстати, проверим. По-моему, они вообще не играли, наверное. Ну, они не играли, да. Не, ну, МБ-такл это здорово, но мне кажется, что один МБ-такл не порешает настолько. База Костина вроде бы игрок внутренней какой-то лиги американской. То есть, он вроде такой, как бы. Ну, он еще нагорает ладдер, по-моему, или нет? Сейчас проверю. Ну, он вроде известен именно как внутренний лижный игрок. Ну, типа, как условный наш Сержик, или кто-нибудь подобный. Хотя, вот, стата у него очень... Ну, 600 игр нормально, на самом деле. Сильный игрок. Статка прям такая. Вполне ок. Ну, просто, по-моему, только мы написали на ничью. Я про это браю. По мне, так, матчап реально такой душнявая ничейка с небольшими качелями в зависимости от ситуации. Такая типичная вязкая дарковская игра. Где люди в латексе возятся друг с другом на протяжении, там, полутора часов. Вообще, на мой взгляд, конечно, смотреть зеркало дарков это то еще половое извращение. Ну, слава богу, что не в прямом эфире. В прямом эфире у меня бы крыша поехала наверняка. То ли делал зеркало гномов. Ну, блин. У меня будет не зеркало гномов. Если че. Мне его, к сожалению, играть. Но я врать не буду. Играть зеркало гномов я просто ненавижу. С ХД хоть какое-то будет разнообразие. А играть в зеркало гномов это просто вообще мэ. Я люблю играть только одно зеркало. Это зеркало дедов. Потому что я в нем батя. Лучше всего я его чувствую. Да, зеркало гномов это супер душка. Я думаю, в аду людей пытают игрой в зеркало гномов. Интересная вещь с прыжком, кстати. сейчас будет подскок ударов в гард. Ну, вещь-ка так. Ой, да, я помню. Он расстроился, по-моему, что я его там 1-0 или 2-0 выносил. И он просто ушел в ОФК, но при этом тыкал мышкой по игрокам, чтобы они делали ваааааа. Вообще, козлина полная. Ну, я не знаю. Зеркало гномов это как перетягивание каната улитками. То есть в этом, наверное, можно найти какой-то свой внутренний прикол и удовольствие. Но нормальный человек лучше потратит время как-нибудь намного адекватнее, тебе так не кажется. Хотя, конечно, я не спорю, что наверняка есть любители перетягивания каната улитками. Они, наверное, там кричат, прям вот трясут кулаками такие. Да! Или знаете, как комментаторы StarCraft всегда... Ну, не наши, конечно, корейские. Которые каждое действие очень эмоционально комментируют. Ну, как говорил глава федерации спорта, глава федерации керлинга, главное, чтобы по подъездам не шествовали. Не, ну, слушай, керлинг, он как бы, это такой вид спорта. Я не знаю, как он появился, но я думаю, это какой-то жесткий троллинг. Типа, давайте заставим тянок быстро мести пол. И все такие... Да никто не будет в это играть. Ладно, надеюсь, и мой бытовый сексизм не очень, не очень жесткий. Извините, пожалуйста. Надо еще сделать какой-нибудь спорт, где надо будет еще делать что-то похожее на стирку руками или на изготовку бутербродов. И потом сделать триатлон из керлинга, какого-нибудь полинга и чего-нибудь такого. Будет неплохо. Красивая идея, забирайте ее бесплатно. Привет, Махом. Ну, че, Махом? Придешь завтра посмотреть, как меня возят южноамериканцы? Ну, вообще, как бы, в Америке есть, типа, так называемые конкурсы-обжор. Вот. Где приходят всякие чуваки и чувихи, и начинают в кого больше влезет. Вот. Завтра в семь я играю. У нас... А, еще я забыл, кстати, уточнить. Значит, я завтра играю в семь, как нормальный, адекватный человек. Который хочет, чтобы его матчи кто-то смотрел. Дио играет в воскресенье в 22.30. А Круцифер перенес свою игру с десяти вечера понедельника на полночь понедельника. Я не осуждаю, но и не одобряю. В девятнадцать часов. Ну, в смысле, с семь вечера. Это спорт викингов? Керлинг спорт викингов? Готов месить? Да, как-то не особо, если честно. Восстанавливаю мораль после ладдера. Пока получается так себе. Не, ну я, слава богу, пользуюсь как бы двадцати четырехчасовыми штуками. Ну, я сейчас на всякий пожарный проверю, я там ничего не спутал. Да, у Круцифер, в общем, оппонент попросил перенести на двенадцать. Да, с Сатурдой, восемнадцать, шестнадцать UTC. Да, в семь вечера. Ха-ха-ха. Да не, ну может реально у Керлинга были какие-то другие моменты. Вдруг они оторванную голову противника возили по полу трактира. А потом это превратилось в толкание шара по льду. Мало ли, мы же не знаем исторические подоплеки этого момента, понимаешь? Да, объявили призовые, Махом. Я тебе прокомментирую Круцифера про призовые. Цитирую нашего капитана. Призовые позорные, без них было бы и то достойнее. Но я и предлагаю не обращать на это внимания. Лучше не скажешь. Че, сто баксов? Я думаю, про сто баксов Круц бы не сказал, что это позорно. Нет, Махом. Всем нам, кто займет первое место, подарят Blood Bowl 3. Вот. Вот это щедрость, да. Да. По-моему, это стебок просто жестокий. Да, я-то лучше забыть об этом, потому что если я буду думать о том, что моя победа может подарить мне BB-3, меня это будет, наоборот, угнетать. Поэтому я постараюсь забыть о том, что я могу выиграть BB-3. К слову, стоит сказать, что позиционно, позиционно, База Костина переиграл Сиброу. Кто бы чего не говорил, а фактически позиционно База Костина оказался сильнее. Ну так, между делом говоря. Я думаю, это вообще такой намек, типа, что... Раз уж вы лучшие в BB-2, то вы не отвергнитесь от того, чтобы бесплатно пиарить BB-3. Извинить. По-моему, смешно. Ну, у Сиброу-то стата, по-моему, получше, чем у База Костина. Не сильно, но, по-моему, получше. Ну, там, на самом деле, ребята, там не только же BB-3. Я просто не стал говорить про вторую часть приза. Просто она еще как бы... Она добавляет позорности просто, понимаете? То есть там еще... Сейчас я найду. Короче. Еще команда, которая заняла первое место, сможет одному игроку выдать скилл, фан-фактор. А второе место в турнире тоже сможет выдать фан-фактор одному игроку. Ну, как говорится, охуеть просто. И вы же меня извините, но это, конечно... Очень круто, в общем. Бонусы просто отвал башки. Вопросов нет, просто лучше бонусов и не придумать. Ну, есть такой скилл в игре, фан-фактор, который дают за чемпионство Кола. Это плюс один на ивентах к фанам. Вот. Ну, в общем, просто красивая картинка в виде скилла, который ничего не стоит. Фан-фаворит, фан-фаворит, да. Ну, вообще, Махом, это реально выглядит как какой-то жесткий стёб, если честно. Это реально выглядит как какой-то жесточайший стебок. То есть, я не знаю, может быть, ребята хотели как лучше, но со стороны это выглядит вот просто... Вот знаете, как бы... Вот если кто-то хотел поиздеваться и придумать, как бы, вот эту всю фигню, то он, конечно, отлично справился. То есть, я считаю, что, как бы, это... Это очень клёво. Это... Это просто пушка какая-то. Вообще прям. Я... Я тронут. Сто и ста, как бы... Лучше ничего не придумать. Ну, если что, как бы, я надеюсь, там никто не обидится и из этих, и из руководителей турнира, но просто моё мнение такое. Да я думаю, ничего не докинут Брайт, потому что турнир полуофициальный. Я просто не знаю... Просто я говорю, на мой взгляд, это выглядит как какой-то подкол. Ну, в смысле... То есть, если у них стояла задача подъебать, то, согласен, получилось как бы отлично. Типа, такую шутёху даже я бы не придумал. Ну, вот. Рашпиль был прав. Ну, да, да. Просто, не знаю, если бы я хотел бы сделать что-нибудь такое вот, знаете, громадное, большое и, как бы, оканчивающее ББ-2, ну, как это подаётся, я бы уж, блин, как-нибудь подзаебался бы и поискал бы хотя бы одного человека, который готов там хоть что-то вкинуть. Не знаю, хоть кого-то. Ну, если бы у меня вдруг возникло бы такое желание. А так получилось, что, как бы, ну... Ну, вы поняли. Да, ну, на БП сделали Патреон, насколько я помню. Вот. Хотя бы минут 20, махом. Нет, не... Я бы хотя бы проверил бы команды, которые мне отправляют на участие в турнире. Ха-ха-ха-ха-ха. Это... Это неплохая штука, надо было бы рассказать, конечно. Просто вот есть одно хорошее слово, которое объясняет, как это выглядит. Это колхоз. Давай, удачи тебе, махом. Спасибо. Это... Это колхоз такой, как бы. Или вот понтик был такой знаменитый этот ролик-мем, где тетенька такая. Я работаю на отъебись. Как и все здесь. Я, правда, не спорю, что это дает, конечно, хороший простор для мемов, если мы проиграем. Типа, что теперь-то мы не сможем поиграть в ББ-3. И вот всякие такие шутки. Или, знаете, становится другой мем. Что такое споры в интернете? Это как олимпиада для умственно отсталых. Даже если ты выиграл, ты все равно дебил. Вот ощущение, что турнир был построен примерно по этому же принципу. Ну вот. Даже если победишь, все равно будешь ощущать себя как бы... Ну, поняли. То есть нам вообще ничего не подарит Судакович? Да нет, выйдет. Выйдет в ББ-3. Вы зря. Я не знаю, доживем ли мы до этого прекрасного момента. Вообще будет смешно, если мы выиграем турнир, а ББ-3 не выйдет. Вот это будет рофл, конечно. Я бы сказал бы, это сделать турнир еще смешнее. на Сталкер 2 вообще еще не вышел, валук. Ты бы не зарекался бы. Потому что игра вроде выходит через 4 месяца, а пока не показали ни одного геймплейного кадра. На мой взгляд, это в моей метавселенной. Это говорит о том, что ждалкер придется подождать еще. Но посмотрим. Что-то заборчики против эльфов смотрятся так себе. Да я думаю, выйдет ждалкер. Я думаю, ждалкер выиграет. Выиграет. Выйдет. Не знаю, когда выйдет ждалкер, но когда-нибудь выйдет, ребят. Надо просто подождать. какое-то неопределенное количество времени, конечно. Но мы никуда не спешим. Но они хотя бы это... Хорошо сказано, Брайт. Но они хотя бы смогли это... Как его называют? Хорошо, сыграно. Отказались от NFT, ребята. Вы слышали? Их за один день так захерососили, что они такие... Ну все, мы отказываемся от NFT-концепции. Сорян. Мы были не правы. По крайней мере, ребята еще хотя бы пытаются делать вид, что чувствуют настроение аудитории. Аудитория. Ну, насколько это возможно, конечно. Я просто... Я думаю, что ждалкер перенесут, а потом его еще будут какое-то время допиливать, как это обычно бывает. Что такое NFT? Ребята, давайте я в целом объясню концепцию NFT, а потом объясню, в чем она в сталкере. Хорошо? В целом концепция NFT это такая. Собрались криптоэнтузиасты, сделали парочку своих бирж и сказали. Мы типа договорились, что будем продавать картинки в интернете или что-то еще, делая вид, что оно настоящее и с продажей через вот эти платформы оно будет иметь ценность. То есть, как бы, вот смотрите, мы это... Как его называют-то? Мы продаем картинку лягушки лягушки и пепи. Вот, значит, тот, кто ее купил, будет ее настоящим и единственным владельцем. На практике, на практике, это все полная хуйня. Ну, то есть, как бы, да, была фиатная валюта, теперь фиатные товары. То есть, никакой законной ценности это не имеет. Просто собрались люди и делают вид, что это работает. На эту тему даже там Киану Ривз порофлил, что типа, так вы же можете просто скопировать картинку. Вот. В Сталкере, в Сталкере решили сделать внутриигровые падающие предметы через NFT-платформу, а еще продать на NFT в качестве аукциона свое имя на текстурках, лицо и имя NPC, который ни на что не будет влиять, но вы можете задонатить. То есть, они могли бы это сделать совершенно спокойно через какой-нибудь условный кикстартер или там что-нибудь подобное, но так как NFT сейчас на хайпе, они решили немножко как бы выебнуться и сделать это более сложным способом. Как-то так. а люди почему-то не оценили. Если очень коротко описывать ситуацию. Ну, я в целом как бы когда посадил ситуацию из-за NFT и как некоторые люди этим всем пользуются занимаются, я, как аж прифигел. Надо, видимо, иметь очень богатое воображение, чтобы вкладывать большие суммы в это. Недавно была новость, где вот эта вот коллекция макак NFT птишная. Какой-то парень, у которого была одна из этих макак, после долгой работы подглюкнул и отправил ее на биржу по цене в, по-моему, в 10 или в 100 раз ниже и получил там не 200-300 тысяч долларов, а там 2 или около того и сгорел вообще нахер. потому что ее быстро выкупил бот, который следит за вещами, которые неправильно выставлены. Ну, просто не знаю, мне в целом концепция NFT кажется смешной в данный момент. То есть каждый делает свою сраную платформу, как это с криптовалютами происходит. Вот. Никакой правовой базы у этого нет. Выглядит просто как очередная тема для сострига бабла с лохов. Горилла, я сегодня не хочу играть. Я сейчас закончу стрим после этого реплея. Я хочу немножко снять напряжение жопы перед игрой на турнире. Цена ошибки слишком велика, поэтому лучше немножечко как бы это жопу потушить перед игрой. Ну, я не спорю, но ты же знаешь, Брэйд, как это работает. Дам самый простой пример. Вот, люблю я посмотреть политический стрим Плющева и Майкла Наки. И они решили продать одну из своих обложек для стрима. Им там профессиональный художник рисует. И выяснилось, они выложили эту обложку, по-моему, от цены в 100 баксов или чё-то типа того, ну, в переводе от эфира. И им сначала пришлось заплатить, по-моему, чё-то в районе 150 или 200 бачей, чтобы выставить, а потом ещё в районе 100 или 200 бачей для того, чтобы подтвердить продажу. И по итогу они решили пока не продавать, потому что по итогу получается какой-то дикий минус по деньгам. То есть там какие-то совершенно абсолютно конские проценты и как бы непонятно вообще какой смысл всё это бахать. Я чё-то не понимаю плана. А, понятно. Ну, не получилось. Ничейка покажись. То есть с учётом того, какая конская комиссия на NFT биржах, то как бы ну, вот, конечно, кто-то придумал вот эту тему с обезьянками. В чём тема с обезьянками? Есть какое-то количество одной макаки, которая разрисована в разных стилях. Футуристичная макака, какая-то ещё макака. Их таких много-много-много. И каждый из них заведомо типа стоит очень дорого. потому что остальные макаки уже находятся у всяких знаменитых ребят. Типа условного там Виконда, Дрейка, я не знаю, допустим, там кого-то из известных баскетболистов и всякое такое. И типа проходят в Америке всякие мероприятия, куда ты приходишь, показываешь уникальную эту макаку и тебя берут на это мероприятие как фейс-контроль. Грубо говоря, в целом сама концепция как бы уникальности картинки не так, чтобы сильно работает, всё равно она приобретает ценность не как предмет искусства, а как скорее некий простой билет просто на энное количество событий. Ну, прикольно, конечно, но концептуально мне не очень нравится. Хотя конкретно как способ втюхивать сраную картинку макаки за 300 тысяч бачей прикольно. как-то так. Слышь, ты виконда не трогай. Виконд крутой. Ну, там же разные биржи есть. То есть, я думаю, что там есть какие-то фишки вот такого плана, но я чувствую, что как-то надо обладать некоторыми условными способностями уровня Остапа Бендера для того, чтобы тяжело сайдстепок катать там. Для того, чтобы это реализовывать. К слову, заметьте, как работала МБ. Просто проблема в том, что МБ сработало несколько поздновато, когда результат матча уже стал условно понятен. вот. То есть, МБ вроде сделала разницу, но фактически там эти две травмы не так сильно повлияли на игру. Я думаю, был скорее даже момент в плане того, сколько будет колоколов, а по итогу их тоже было мало. То есть, да, по пробою разница чудовищная. Посмотрите, 58 против 94. Вот такая сила МБ. А по факту оно как-то поздновато заработало так, как надо и матч не решило. То есть, вроде влияние на игру было, а вроде на счет оно и не повлияло. Позиционка оказалась сильнее, если можно так выразиться. Показательный момент, кстати. Хороший матч. мб. Мб.